Это программа День с толком, студия Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Продолжение следует... Омикрон добрался до Алтайского края. Первые 12 случаев заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Барнауле. Среди заболевших один человек вернулся из Доминиканской республики, еще один недавно отдыхал в Шерегеше. Все остальные регион не покидали. При этом в Алтайском крае до сих пор нет тестов, определяющих новый штамм коронавируса. Биологический материал жители региона сейчас отправляют на исследования в Иркутск. Так что можно предположить, омикрон обосновался в регионе не вчера и не сегодня. Напомним, омикрон – наиболее заразный штамм COVID-19 из всех существующих. Однако есть надежда, что он более щадящий. Эксперты пока не могут точно сказать, насколько прививка от коронавируса эффективна против омикрона. Но, как показывает пандемия, вакцинация способна предотвратить тяжелые формы заболевания, даже если речь идет о разных штаммах коронавируса. Продолжим. На 10 тонн больше. В Алтайском крае увеличат производство кислорода для ковидных госпиталей. Сейчас предприятие «Алтайстрой деталь» в день выпускает 6 тонн, а будет 16. Увеличить объемы позволил запуск нового оборудования. Добавлю, в крае борьба с COVID-19 стоит остро, особенно после появления нового штамма омикрон. Сегодня в Барнауле заработал дополнительный пункт вакцинации в торговом центре «Весна». Там, как и прежде, поставить прививку можно без записи с 10 утра и до 20 часов вечера. К встрече с омикронштаммом активно готовятся алтайские волонтеры-медики. Они работают в поликлиниках и на горячей линии по доставке продуктов и лекарств. Пока с объемом работы справляются, но в ближайшие дни к активистам должно примкнуть еще порядка 200 новых студентов-медиков. Подробности далее. Медицинские документы и биологические материалы. Именно с этим Ольга Петрова работает последний месяц. Ежедневно после учебной практики она в качестве волонтера приезжает в городскую поликлинику номер 10 и находится здесь до последнего пациента. Нередко ей приходится уходить после 6 часов вечера. А в ближайшее время, говорит студентка, из-за омикронштамма работы станет еще больше. Но она к этому готова. В связи с обострением эпидемиологической ситуации не только в регионе, но и в стране, мы ожидаем повторную волну. И поток пациентов будет больше, работы станет больше, соответственно волонтеров выйдет больше. И стимул работать будет намного больше и быстрее будет происходить процесс. Сейчас в медучреждении работает всего два студента-волонтера. Однако во время последней вспышки ковида их было больше 20. Не меньше студентов врачи ждут и в ближайшие дни. Помимо поликлиник, новые волонтеры придут еще и на горячую линию по доставке продуктов и лекарств. Владимир Александрович, добрый день. Это вас, какой-то волонтер акции «Мы вместе». Вы оставляли заявку на горячую линию ОНФ по поводу доставки продуктов и лекарственных средств. Сегодня штаб принял пять заявок. Для того, чтобы работать эффективнее в период вспышки заболевания, волонтеров разделили на несколько подразделений. На доставке продуктов питания и лекарственных средств, тем, которые находятся на дому, как пожилым и маломобильным людям, сейчас у нас реализуют именно волонтеры, не медики. Тем самым мы распределили работу. То есть медики реализуют медицинский персонал, не медики, не медицинский. Сейчас больше ста волонтеров работает в 11 медицинских организациях. Скоро их ряды пополнят еще 200 студентов. В крае же общее число добровольцев превышает 4000 человек. Такого количества неравнодушных, говорит Анна, достаточно, чтобы покрыть до 75% потребности во внештатном персонале. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Антиковидная вакцина для детей «Спутник М» поступила в Алтайский край. Первые партии с ней отправились в медицинские учреждения Барнаула, Бийска и Рубцовска. Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. Он, как и для взрослых, двухкомпонентный. На Алтай поступило пока 1680 доз первого компонента. Прививать подростков будут преимущественно в образовательных учреждениях. Специалисты подчеркивают, вакцинация исключительно добровольная, и детям младше 15 лет требуется обязательное разрешение родителей. Известно, что среди мам и пап есть согласившиеся прививать детей. Правда, их число специалисты не уточняют. Но медики уверены, что все поступившие дозы расходуют за неделю. Врачи говорят, нужно торопиться защитить детей, ведь вакцина поможет в борьбе с омикроном. Как раз тот самый первый ключевой показатель, перед которым ставило правительство Российской Федерации, 60%. От взрослых мы сегодня взяли 60% от детей. То есть мы сегодня выйдем на этот показатель, если привьем 80 тысяч детского населения в возрасте 12-17 лет включительно. Налоговым вычетом на лечение воспользовалось порядка 2000 жителей края. Не все знают, но по закону можно вернуть часть затрат не только за оплату медицинских услуг, но и за покупку медикаментов, что особенно актуально в последние пандемийные годы. Как правильно оформить такой вычет, узнавала Валентина Аскерова. Результаты МРТ, УЗИ, многочисленные анализы. За три года Ирина Корчагина прошла целую серию обследований в частных клиниках. Чеки, результаты анализов, договоры на оказание платных услуг девушка не выбрасывает. Она предусмотрительно собирает их, чтобы в будущем оформить налоговый вычет за лечение и вернуть часть денег. Мне кажется, налоговый вычет надо сделать хотя бы просто из принципа, потому что мы часто обращаемся в частные клиники не потому, что хотим какого-то особого к себе отношения или потому, что не доверяем бюджетным больницам, а просто потому, что часто в государственных поликлиниках нет нужных специалистов. Хотя бы просто сделать УЗИ. Часто требуется же оперативное обследование и иногда приходится ждать неделями, а то и месяцами. А если у людей просто нет этого времени? Социальный налоговый вычет, позволяющий вернуть 13% от общей суммы расходов, может получить каждый, кто платно прошел ту или иную медицинскую услугу, купил лекарство, приобрел дополнительную медицинскую страховку. Один человек может оформить вычет как на себя, так и на всю свою семью. Но есть лимит. Сумма расходов на лечение или на покупку лекарств не должна превышать 120 тысяч рублей в год, пояснили в налоговой службе. Налоговый вычет на медикаменты получить можно, приобретя абсолютно любое лекарство, будь то даже капли в нос. Другое дело, что врачи не всегда на такие медикаменты выписывают рецепт. То есть чеки на лекарства без рецепта в данном случае бесполезны. Возможно, отсюда и статистика. За прошлый год вычет на покупку лекарств получило всего тысяча человек. При том, что в Алтайском крае проживает свыше двух миллионов. Да примерно она у нас прирастает процентов на 15-20. Сказать, что лес резкого всплеска, либо в связи с пандемией, либо что, оно, конечно, не наблюдается. Люди, наверное, считают проблематичным собирать эти чеки и заполнять декларацию. Подать декларацию на получение социального вычета можно непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы. Помимо заявлений, нужно приложить чеки, договоры на оказание медуслуг и обязательно рецепты. Оформить выплату можно за последние три года. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. В России, в том числе в Алтайском крае, стартовала перепись по доходам и расходам населения. По словам сотрудников Алтай-Крайстата, это, правда, не полноценное статистическое исследование, как, к примеру, была сельхозперепись, а скорее выборочное наблюдение. Тем не менее, в нашем крае планируют опросить более двух с половиной тысяч жителей. Несмотря на эпид-обстановку, наблюдатели будут приходить к людям домой. Всероссийское выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах 2022 года стартовало 20 января и продлится до 2 февраля. У опрашиваемых будут уточнять сведения о реальном уровне жизни, уровне бедности и возможных материальных трудностях. Наблюдение включает в себя десятки вопросов, в том числе о видах получения материальной помощи от государства, пенсиях, льготах, субсидиях, а также о выплатах по решению суда, к примеру, алиментах и другое. Для интервьюирования разработаны две формы вопросов. Первая – для получения информации о домохозяйстве в целом и о выплатах на детей в возрасте до 16 лет. И вторая – для сбора сведений о доходах и расходах людей старше 16 лет. Информация необходима для принятия управленческих решений – это правительством, федеральными, региональными органами власти, как в сфере экономического развития, так и в социальной поддержке. Полезные хлебцы разработали магистранты и преподаватели технического университета. В рецептуре нового продукта пророщены и гречка, и овсянка, а также ламинария, или, иными словами, морская капуста. В ближайшее время технологию изготовления обогащенного витаминами продукта планируют запатентовать. Но попасть с хлебцами на алтайский рынок почти невозможно. Почему и действительно ли хлебцы – абсолютно уникальный продукт, узнавали наши корреспонденты. Овес и ламинарии слоевища сухие. Замачиваем. Процесс проращивания занимает двое суток. Исследованием пророщенных семян льна, пшеницы и овса на кафедре технологии продуктов питания занимаются уже три года. Такие семена особенно полезны для организма, они легче усваиваются. Рецептуру хлебцев ученые из политеха разработали в прошлом году. Использовали овес и гречку. Чтобы ускорить процесс их проращивания, добавили богатую йодом ламинарию, иными словами, морскую капусту. Выпекали размельченную смесь при довольно низкой для традиционных хлебцев температуре – 110 градусов. Чем ниже температура выпечки, тем больше полезных свойств сохраняется. Это не то чтобы вкусно, это такой полезный перекус. В первую очередь, когда нужно перекусить на бегу, например, но нет полноценного питания. Вот это как раз является источником и белка, железа, йода, витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Изобретение магистрантов и преподавателей уже получило признание на общероссийском уровне. Так, этот кубок привезли из Москвы. Его вручили на конкурсе «Качество хлеба». Жюри высоко оценило хлебцы за их состав и свойства. Теперь в ВУЗе хотят рецептуру продукта запатентовать. А вот с продвижением на рынок – проблема. Проще предприятиям украсть, чем купить у нас этот патент. А какой бак вообще? Да, конечно, эти технологии переходят от одного к другому легко. А такие кражи уже бывали. Анна не стала на камеру озвучивать, кто и как это делал. Но все же, если найдется предприятие, готовое выпускать полезные для здоровья людей хлебцы, в университете пойдут навстречу. Собственно, изобретали ведь на благо жителей и ради их здорового питания. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Шокирующая новость. В камне на Аби 11-летняя девочка бросилась под поезд. Как сообщают каменские известия, происшествие случилось в минувшую субботу. В кармане ребенка нашли предсмертную записку, адресованную родителям. По информации источника, девочка выбежала на железнодорожные пути перед поездом. Шансов остановиться у машиниста не было. Подробности случившегося уточняются. С сегодняшнего дня алтайские осужденные не могут видеться со своими родными и близкими. Длительные свидания с родственниками и прием граждан в алтайских колониях из-за эпидобстановки вновь под запретом. Напомним, длительные свидания возобновили всего неделю назад, но сегодня, 24 января, их снова приостановили. В пресс-службе алтайского УФСИН пояснили, что проводить их будут, но только тогда, когда ситуация по ковиду стабилизируется. В Барнауле прошла масштабная акция по сбору елок. В краевой столице для этого одновременно развернули пять точек. На каждой из них работали волонтеры организации «Мусора больше нет». Много ли елок собрали и куда их отправят на переработку? В сюжете Софии Яценко. Вот так елка за елкой. Пятый год волонтеры дарят вторую жизнь новогодним красавицам. Правда, в ином формате. Несмотря на мороз, активисты продолжают собирать сырье. К счастью, барнаульцы в акции участвуют охотно. Папа вытянул, говорю, давай, надо собирать. В прошлом году думали, так, вдоль подъезда соберем. Ну, что-то пошло, пошло. Тоже штук 20 насобирали. Ну, сами носили тяжело было. И вот в этом году, я говорю, все, берем прицеп и будем на прицепе возить. Вот два прицепа в этом году собрали. Только на одной точке за первые 20 минут акции удалось собрать больше 30 елок. Для удобства жителей по одному месту сбора организовали в каждом районе города. В прошлом году у нас была цифра почти 5 тысяч 4 900 с чем-то, но из них около, больше тысяч елок было свежих с базаров. В этом году у нас елок с базаров мало осталось. Это общая ситуация по городу. Все рынки практически все продали. Ну, а вот мы планируем, наверное, столько же, примерно, собрать на точках. Помочь организаторам акции пришли и другие волонтеры. Говорят, дело нужное. Ну, чтоб хотя бы, типа, это же материал, как-никак. Типа, можно либо на дрова отправить, либо то же самое на ДСП. Ну, и так, типа, иголки тоже можно отправить куда-нибудь, типа, сделать эфирные масла. Сырье планируют отправить в Павловский перерабатывающий комбинат. Там из елок сделают МДФ плиты и корм для животных. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. В Театре драмы премьера столетней давности. На экспериментальной сцене постановка, которую впервые показали барнаульцам в 1921 году. И вот спустя век пьесу «Дни нашей жизни» снова выпустили в свет, изменив эскиз спектакля и героев. О новом прочтении исторической классики в сюжете Анастасии Наборщиковой. Сегодня полковник, завтра офицер. Юная Оля не выбирает, за нее это делает мать. Она продает дочь мужчинам по договорной цене. Бывает, дадут полтинник, кто-то кинет десятирублевку. На сцене Краевого драм-театра мотивы «Дней нашей жизни». Какая-то человеческая, вселенская, по сути, про что я всегда и писал Андреев, вселенское одиночество человека, с которым он всегда остается. И с которым он, по сути, сколько бы он ни разбирался, он ничего не может с ним сделать. То есть вот эта бесконечная и непонятость. На страницах героев прошлого века, на сцене нечто вечное. Актриса Анна Бегчанова рассказывает, людские проблемы неизменны. Все тот же страх и жалость к самому себе. Но для актрисы с характером подобная роль вызов собственному я. Она ничего не делает. Есть возможность уйти, есть возможность найти другую работу. То есть какие-то варианты ты рассматриваешь, придумываешь сам. Я человек такой, что, ну, есть какие-то там, ты же анализируешь роль, анализируешь пьесу. Те или иные поступки персонажа ты как-то должен оправдать. Вот. И есть вопросы, на которые у меня нет ответа. Быть может, их даст режиссер, но даже для журналистов это пока тайна. Знаем точно, что в пьесе 20 века выхода нет. Найдут ли его на современной сцене, узнаем совсем скоро. Премьера спектакля «Дни нашей жизни» пройдет уже на этой неделе. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле прошла схватка первых номеров сборной страны, чемпионов Европы и мира. 250 спортсменов из трех сибирских регионов приняли участие в краевом турнире по кикбоксингу памяти Юрия Иванова. Отношения на ринге выясняли два дня неистово и напряженно. Подробнее об этом далее. Гонг и сразу в бой. Этот турнир важен для каждого из бойцов. Ведь победители будут защищать честь своего региона, Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области на чемпионате России. Среди спортсменов на турнире каждый второй лидер сборной страны, чемпион мира или Европы. Очень приятно, что Ленинск-Кемеровская область привезли очень сильную команду. Мастеровитые ребята, кандидаты мастера спорта, мастера спорта. Они задают такой тон хороший, качественного кикбоксинга. Ну и, соответственно, Алтайской команде это очень хорошее подспорье, очень хороший соперник. А главное, очень хороший раздражитель. По итогу двухдневных баталий на пьедестал чаще всего поднимались медалисты из Алтайского края. Вторые в общекомандном зачете кикбоксеры из Кемеровской области. Тренерский состав говорит, что эта малая репетиция чемпионата России сложилась весьма удачно для наших спортсменов. Первый номер сборной России на обстрелку, так сказать. Сейчас следующий у нас это кубок Сибири в городе Красноярске, где Алтайский край будет, наверное, в первый раз представлен. Огромным количеством бойцов, более 150 человек. Напомним, чемпионат и первенство России по кикбоксингу пройдет в Барнауле в апреле. Ориентировочно наш регион представит порядка 100 спортсменов. Всего же на общероссийские соревнования съедутся больше тысячи участников из всех регионов страны. Бои обещают быть зрелищными, борьба напряженной. Артем Гусельников, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok